Всем привет! В данном видео я поделюсь советами, которые помогут улучшить качество дизайна. Первый совет касается цвета. Ни для кого не секрет то, что цвета на сайте должны сочетаться между собой. Рассмотрим три примера. Я думаю, вы согласитесь, что первые два варианта выглядят намного презентабельнее, чем третий. Это происходит потому, что в первом и втором примере использованы не более двух дополнительных цветов. Так, например, в первом примере использованы такие основные цвета, как белый, черные оттенки серого, а также один дополнительный цвет, это синий. Во втором примере также использованы такие основные цвета, как белый, черные оттенки серого, а также два дополнительных цвета, это синий и оранжевый. И, наконец, в третьем примере использованы основные цвета, а также три дополнительных цвета. Это зеленый, розовый и оранжевый. Если подытожить первый совет, то можно сказать, что нужно использовать основные цвета, такие как белый, черный и оттенки серого, а также один или два дополнительных цвета. Дополнительные цвета обычно используются для активных элементов страницы, таких как кнопки или ссылки. Также, если вы не знаете, как сочетать между собой цвета, то лучше использовать один дополнительный цвет. Обычно цвет выбирается в зависимости от тематики сайта. Следующий совет касается изображений. В дизайне сайта следует использовать только качественные изображения. Иначе, если вы будете использовать мутные или низкокачественные изображения, то они испортят всю картину. Следующий совет касается отступов между блоками. В данных двух примерах, я думаю, вы согласитесь с тем, что первый пример смотрится намного лучше, чем второй. Это происходит из-за того, что во втором примере не хватает пространства сверху и снизу. Данный пример также можно испортить, если сверху и снизу будут слишком большие отступы. Следующий совет – это использовать один или два шрифта на всем сайте. Также шрифты должны сочетаться между собой. Если вы затрудняетесь подобрать подходящие шрифты, то лучше всего использовать один шрифт или два шрифта с одной гарнитуры. Например, в данном примере для текста используется шрифт робота, а для заголовка можно использовать шрифт из той же гарнитуры, но другого начертания. Например, робота слаб. Также текста не должно быть слишком много, достаточно использовать три строчки. Если необходимо разместить большой текст, то лучше поставить три строчки и добавить кнопку подробнее. Также не следует использовать английский текст на русскоязычном сайте. Обычно для этого используется текст Lorem Ipsum. Проблема использования английского текста в том, что блок с английским текстом подходил, а после замены английского текста на русский он выглядит не так презентабельно. Это происходит из-за разности в шрифтах. Поэтому в русскоязычном сайте лучше сразу использовать русский текст. Для этого в гугле можно набрать текст рыба. Также текст должен отлично читаться, не быть слишком маленьким или слишком большим. И последний совет это использовать единый стиль на всех страницах сайта. То есть все блоки должны быть одинаковыми относительно друг друга. У блоков должны быть одинаковые отступы сверху и снизу, одинаковые заголовки, одинаковые шрифты и его размеры. Надеюсь, эти советы будут вам полезными. До встречи в следующих видео.